Всем здравствуйте! На 20% увеличат зарплаты библиотекарям, преподавателям художественных школ и другим работникам культуры в сфере образования. Всего в списке 35 творческих профессий. Повышение утвердили краевые депутаты. Зарплату с прибавкой специалисты получат в следующем году. Это «Наша экономика», я Екатерина Гринаш, а сейчас к другим темам. Ремонтировать дома в Красноярском крае по программе капремонта все-таки будут из общего котла. Эту схему утвердили региональные депутаты. Взносы, которые поступают на счета фонда капремонта, могут использовать на работы в любом городе или селе края. Неважно, где именно деньги были собраны. Подобные системы уже существуют, но внутри муниципалитетов. Средства, накопленные одним домом, тратят на ремонт другого. Теперь схему распространяют на весь край, чтобы ремонтировать дома в территориях, где есть дефицит фонда. Например, в Норильске, Железногорске и Зеленогорске. При этом люди, которые исправно платят, могут не бояться, что в будущем на ремонт их дома денег не останется. Чиновники говорят, есть условия финансировать работу. Будут лишь там, где собираемость взносов не менее 80%. То есть в домах, где ответственные собственники тоже делают взносы. Красноярский край несет субсидиарную ответственность за исполнение всего капитального ремонта в Красноярском крае. Ну и ситуация, когда средства будут скапливаться на счетах одних домов и не будут использоваться, а в других домах нам придется либо увеличивать взнос, что, конечно же, недопустимо. Либо тратить деньги из бюджета, что тоже не есть хорошо, так как средства будут лежать на счетах и обесцениваться. Новые субсидированные рейсы и зарубежные направления будут доступны этой осенью и зимой. В конце октября из Красноярска запустился дополнительный субсидированный рейс на Барнаул. Вообще это направление доступно с начала года, но к зиме количество вылетов увеличили с двух до трех рейсов в неделю. Также по льготным билетам в новом сезоне можно будет улететь в Абакан, Иркутск и еще по 22 направлениям. Весной субсидированных направлений было меньше около 16. Я напомню, цена билетов для пассажиров на льготных рейсах ниже за счет того, что часть затрат на перевозку оплачивают регионы, а еще софинансирование ведет Росавиация. Это касается перелетов в труднодоступные города. Между тем открываются и совершенно новые направления в этом сезоне. Теперь из Красноярска можно будет напрямую лететь во Владивосток и за границу. У нас начинается полетная программа в Дубай, Объединенные Арабские Эмираты. Это впервые рейс отправляется за 4 года. До этого не было прямых рейсов. Далее у нас начинается направление на Гуа. Это в течение с лета 2018-го не было полетной программы, начинается. Также есть направления, на которые либо встают новые перевозчики, либо увеличивается частота полетов. За последние полгода число предпринимателей в крае сократилось на 4,2%. Причины эксперты называют разные. Ушли с рынка временные компании, которые открывались только под универсиаду. Еще постоянно отсеиваются фирмы-однодневки. Сейчас в нашем регионе бизнес ведут больше сотни тысяч жителей. А к 2024 году число предпринимателей и самозанятых должно увеличиться до 400 тысяч. Получается, почти каждый восьмой житель Красноярска станет бизнесменом. По крайней мере, такую амбициозную задачу ставит нацпроект по поддержке малого и среднего предпринимательства. Очевидно, поэтому в Край запустили программу по обучению предпринимательству с 15 лет. Школьникам предлагают пройти онлайн-тест на способности, а еще прослушать курс очных бизнес-уроков в Краевом дворце молодежи. Это Каменка. Если у юных предпринимателей в процессе обучения родиться проект, специалисты помогут его, что называется, упаковать и продвинуть на перспективный конкурс. Это неплохо для начала карьеры. Целью, то есть, является у нас выявление именно будущих потенциальных предпринимателей, поддержка уже действующих молодых предпринимателей. В рамках реализации программы у нас проходит такой сервиский конкурс, как «Молодые предприниматели России», заявки с регионов и отправляется в Москву. И в продолжении темы предпринимательства покажем вам примеры, как можно продать свою идею, развернуть бизнес, если нет стартового капитала, но есть задумка на миллион. Как привлекают инвесторов-предпринимателей, расскажем в следующем сюжете. Бубу был главным героем. У нас была книга и у нас было, по-моему, порядка 20 элементов в наборе, которые мы предлагали для людей. Артбоксы с развивающими игрушками для детей Анастасия Андронова и ее друзья-дизайнеры Никита и Надя Корюк выпускали в массовое производство. Деньги на запуск собирали на краудфандинговой платформе. Это электронная платформа для народного финансирования. Предприниматель размещает проекты, интернет-пользователи со всего мира инвестируют. Могут купить товар или безвозмездно пожертвовать. Так предприниматели на свой проект собирают с миру по нитке и ждать богатого дядю не обязательно. Он отличается от сборов на карту, во-первых, тем, что это официально. Здесь все официально проводится. Плюс платформа привлекает людей, они делают рассылки и просто есть люди, которые, грубо говоря, сидят на этой платформе. Они вот таким образом жертвуют, развлекаются, смотрят. То есть они помогают в создании каких-то проектов. На краудфандинговых площадках, конечно, есть сбор от сбора средств. То есть они берут процент от 10 до 20 на разных площадках от конечной цели. Так можно собирать деньги на проведение разового концерта или только на запуск бизнеса. Но набирать большую сумму на развитие не всегда получается. Из нужных 170 тысяч Анастасия и ее друзья получили от инвесторов только 46. И на них выпустили игрушки. Еще один способ продать идею – это засветить ее в соцсетях. Сейчас прием этот очень распространенный, но мало просто рассказать о своей задумке, ее нужно превратить в видеоблог. Миллионы подписчиков и рекламодателей с живыми деньгами привлекают люди, которые на камеру делают ремонт и выжимают из фруктов сок. Пользователи интернета зависают на страницах блогеров, смотрят мастер-классы и покупают продукты, а крупные компании предлагают деньги или бартер, чтобы только их бренд промелькнул на страницах медийных личностей. Красноярский премьер-кондитер Ольга Медведева. Она, как и многие, стряпает пряники, но делает это на камеру. С чего начала? С того, что пошла по заведениям, по каким-то кофейням. У нас очень много кофемашин было уже на тот момент и предлагала с ними сотрудничать. Но, если честно, ничего вообще не получилось. В основном единственный способ раскрутки – это инстаграм. Меня считают блогером люди, которые предлагают мне рекламу. То есть они заходят, смотрят количество подписчиков, смотрят отзыв аудитории, ну, видят там количество лайков, по комментариям что-то, видимо, понимают. Вот. И предлагают мне сотрудничество за деньги или за какой-то бартер, но я, если честно, эту тему очень не люблю. И хоть от предложений рекламодателей Ольга принципиально отказывается, но благодаря своему блогу она раскрутилась. Только на производстве пряников Ольга теперь зарабатывает столько, чтобы не ходить на работу в офис ежедневно. Еще запустила серию онлайн-марафонов. Век безграничного интернета, говорят предприниматели, заработать на идею можно. Но важно еще и удержать вокруг себя аудиторию и инвесторов. Поэтому прежде чем выходить на весь мир с какой-то задумкой, надо все же качественно подумать. На одном из красноярских предприятий участников нацпроекта «Повышение производительности и поддержка занятости» подвели предварительные итоги работы в 2019 году. Одно из наиболее значимых достижений – внедрение инструментов бережливого производства. Преобразования только начались, однако результаты уже есть. Накануне их оценили руководители региона и предприятия. Сертификаты лидеры производительности получили сотрудники одного из крупных заводов по выпуску хризатилцементной продукции. Они прошли обучение в Москве и теперь знают, как внедрить и эффективно использовать систему бережливого производства. Запустить проект на месте помогли эксперты Федерального центра компетенций. Наши компании в своем производстве дошли уже до такого уровня, когда значимым является не просто выйти на рынок, но и увеличить производительность, оптимизировать все процессы, чтобы каждая небольшая даже экономия, каждая небольшая эффективность работала бы на выручку предприятия и на его конкурентоспособность. Оптимизация труда – это не замена рабочих рук техникой, говорят на производстве. Наоборот, предприятие расширило штат сотрудников, чтобы запустить новое направление по покраске хризатилцементных листов разных размеров. Теперь завод выпускает не только стандартные фасадные панели, но и с декоративной текстурированной поверхностью и даже с каменной крошкой. Заказы поступают со всей страны, в том числе из Москвы. Спрос на материалы в России растет. Основной прирост – это за счет фасадных плит с защитно-декоративным покрытием «Виколор». Если в 2018-м мы их произвели 280 тысяч квадратных метров, то в 2019-м мы прогнозируем 520 тысяч квадратных метров. В 2020-м году мы планируем выпустить 750 тысяч квадратных метров. К примеру, на одном из предприятий «Края» сегодня производят около 40 видов продукции. Это их хризатилцементные трубы, кровельные листы, средневолновой и среднеевропейский шифер «Сайдинг». Материалы покупают участники для отделки коттеджей, строительные компании и подрядчики, которые ведут капремонт многоэтажек. В будущем году прогнозируют эксперты, спрос вырастет, поэтому производители «Края» готовятся и модернизируют цеха. В декабре планируется запустить форматный раскроечный станок новый взамен двух существующих, где вручную, можно сказать, люди пилят продукцию, чтобы получить какие-то нужные размеры из большеразмерных. Придет современный, с большей производительностью, соответственно, быстрее будет производиться продукция, снизится себестоимость, повысится конкурентоспособность. Краевые производители ориентируются на покупателей из разных регионов. И если раньше они выпускали фасады определенного формата, то сейчас предлагают заказчикам всю линейку фасадных панелей, в том числе и длиной до 3,6 метров. Налаженные производства, поставляющие востребованную продукцию – залог развития экономики региона. Чем больше наши компании зарабатывают на отраслевых рынках, тем богаче край. Это вам не код в мешке, а проверенные специалисты. Так работодатели отзываются о кандидатах, которые помимо диплома предоставляют еще и сертификаты профессиональной квалификации. И теперь тестировать специалистов на профпригодность будут прямо в техникумах. Наш край стал пилотным регионом, где объединили госэкзамены и независимую оценку квалификации. Проверку квалификации уже прошли больше 70 выпускников из 10 красноярских техникумов. Это сварщики, ветеринары, повара, кондитеры и специалисты из сферы ЖКХ. Но сертификаты независимой оценки получили не все, а только половина участников. Тем, кто не прошел тест, выдали заключение с замечанием, что нужно подтянуть. А отличники, обладатели сертификатов, получают преимущество при трудоустройстве. С 2020 года внедрение профстандартов станет обязательным для всех госучреждений, а после и для частных предприятий. Работники должны будут иметь сертификаты профессиональной квалификации. Где получить этот сертификат и нужно ли проходить переподготовку, чтобы обсудить все эти вопросы? Сотрудники кадровых служб и представители агентства развития национальной квалификации собрались в Красноярске. На первом межрегиональном форуме, который так и называется «Национальная система квалификации – драйвер формирования трудовых ресурсов». Смотрим подробности. Александр Гусельников – студент третьего курса инженерно-строительного института. В будущем он планирует работать по специальности – экспертом по недвижимости. И уже сейчас задумался о трудоустройстве. Не знал, куда идти, но понял, что, вспомнил точнее, что мой дедушка был строителем, эта сфера, она всегда существует, людям всегда нужно жилье, им всегда нужно качественное жилье для удобства, для жизни. Поэтому я подумал, что это будет перспективно в плане зарплаты, карьеры. Но не всегда ожидания работника, уровень образования и запросы работодателя совпадают. Чтобы выстроить единую систему для получения высоко квалифицированных кадров, было решено внедрить национальную систему квалификации. Нужен такой инструмент, который позволит им договариваться, очень оперативно настраивающимися на все изменения на рынке труда. То есть нужен мост. И вот этим мостом является национальная система квалификации. В нашем городе состоялся межрегиональный форум развития квалификации. Национальная система квалификации – драйвер формирования трудовых ресурсов. Участники – работодатели, представители органов исполнительной власти и центры оценки квалификации. Красноярскому краю нужны высококвалифицированные кадры. Работнику сегодня есть возможность пройти независимую оценку квалификации, подтвердить свою квалификацию, повысить свои компетенции. Для этого работают краевые центры оценки квалификации сотрудников. Мы получаем эффект, во-первых, систематизации документации, во-вторых, систематизации квалификации внутри предприятия. Зачастую после такой оценки работодатели отправляют сотрудников на переподготовку или переквалификацию. Появляются и новые направления, которые требуют отдельного внимания. Сегодня у нас в Лишдилово сообществе очень много требований подъявляется к новым группам специальностей. Нам, естественно, система оценки квалификации очень важна. Лично я рад, что этот форум проходит в Красноярске, что с 16-го года края – это пилотная площадка, чтобы эти механизмы вырабатывать и, собственно, гармонизировать эту систему, потому что она тоже сама себе не замкнута и должна очень быстро реагировать на то, что происходит вокруг. На форуме состоялось и пленарное заседание, где обсудили, как соответствовать современным требованиям к профессиям. Это профессионально-общественная аккредитация образовательных программ. То есть профессиональные образовательные организации должны учить по этим программам, чтобы они соответствовали на выходу требований профстандарта. Красноярский краевой центр профориентации и развития квалификации оказывает образовательные услуги от профессионального обучения до повышения квалификации с учетом требований профессиональных стандартов. У меня на этом все. Свои вопросы присылайте нам на электронный адрес с пометкой для нашей экономики. Тратьте с умом и смотрите программу по вторникам в 19.00. Редактор субтитров А.Семкин